МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости в студии прямого эфира Эльвира Ликерова и сурдоперевод Мара Джумабеков. В начале выпуска коротко о самом важном. В горе-бизнес с душком. Брошенный на полпути бизнес горе-предпринимателя обернулся несанкционированной свалкой аж в 4,5 гектара. Месяц срока отвел Акимобласти на ее ликвидацию. Пласт истории в монументе. На месте легендарной Орбулакской битвы урочище Бельжайлау открыт памятник воинам свободы в битве с джунгарами и его полководцу Жангирхану. Танцуй, танцуй! В Талдыкургане завершился международный фестиваль танца сил Куэй. Звание лучших оспаривали 250 участников с трех континентов. Месяц срока отвел Акимобласти Амандык Баталов на ликвидацию несанкционированной свалки в селе Жалпахса и Умтылского сельского округа. Глава региона специально осмотрел участок в ходе рабочей поездки в Карасайский район и дал особое распоряжение недопущения подобных явлений и в других регионах области. Судя по специально составленной карте, несанкционированные свалки в области имеют место быть. Одна из них в окрестностях села Жалпахса и Умтылского округа Карасайского района. И довольно немаленькая, 4,5 гектара. Некогда горе-предприниматель принимал здесь мусор на переработку. Бизнес не пошел, свалка осталась. На ее полную ликвидацию Акимобласти отвел месяц срока. Уничтожить коммунальным службам предстоит 60 тысяч кубометров бытовых отходов. Хотя несанкционированная свалка огорожена и установлены аншлаги о применении штрафа к вывозящим сюда мусор, в последнее время импровизированный склад мусора разросся до невероятных размеров, за версту источая вонь. Свалка практически рядом с нашим домом. Дети не могут играть. Запах распространен вокруг и везде. Мы его даже в домах ощущаем. Мусор разбрасывают все дальше, слетающиеся сюда, отовсюду вороны. Подобные несанкционированные свалки, безусловно, вредны для окружающей среды. В первую очередь для здоровья человека, поскольку разлагаясь, бытовые отходы выделяют вредные газы. Глава области в командировку в этот регион выехал специально, чтобы лично убедиться в масштабах свалки и оценить время и силы, необходимые на ее полную ликвидацию. Спрос будет строгий. Ровно через месяц контрольный визит специально закрепленных лиц определит своевременность и полноту выполнения поручения. Если в каком-нибудь районе вот так вот самовозно начнется строг и прием мусора напрямую, сразу в ключе этот, я в химполицию, в прокуратуру пошел, я всех буду подряд с ними заниматься. Есть общепринятые места, куда они официально должны сдавать мусор. Стоит отметить, что специально разработанная карта позволит рационально разместить мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы в самых активных зонах. Так разработана техника экономической обоснования региональная система управления отходами Алматинской области, в рамках которого с применением механизма государственно-частного партнерства запланировано строительство 16 мусоросортировочных комплексов, 13 мусороперегрузочных станций, 16 полигонов и 3 мусороперерабатывающих завода. Газ в каждый дом. Уже в сентябре толкурганцы смогут подключить свои жилища к голубому топливу. Порядка 4 тысяч человек стоят только на первой очереди. Полная газификация областного центра будет завершена в 4 этапа. На сегодня почти 400 абонентов уже подключены к долгожданному голубому топливу. Первыми по плану природный газ получат жители многоквартирных домов микрорайона Каратал. Из частного жилого массива планируется обеспечить голубым топливом жители улиц Аблайхана, Каратальска, Искельдоби и Балпахби. Больше всего ожидают газ пенсионеры. Ведь именно им отапливать дома приходилось труднее всех. Отныне пережить предстоящие холода будет легче, говорит толкурганец Марат Байкенов. Мы очень рады. Природный газ очень нужен. Тем более в нашем возрасте. Потому что сил нет таскать уголь, выносить залу, рубить трава. Семья Рыбалкиных тоже надеется, что в нынешнюю зиму в доме будет комфортнее. Пенсионеры уже не боятся холодов и дефицита угля. Потому что они в полной готовности подключить долгожданный газ. Печь установлена, все необходимые работы проведены в рассрочку. На 6 месяцев распределили работу, что они сделали. У нас на 112 тысяч вышло. И вот мы 30 тысяч уплатили. И вот теперь по 20 тысяч или по 30 будем выплачивать. И 80 тысяч осталось всего. На сегодняшний день сумма подключения составляет 95 тысяч деньги со всеми обязательными газовыми сборами. Также нами предусмотрена система рассрочки. То есть пенсионерам и малоимущим инвалидам предоставляется рассрочка от 3 до 6 месяцев. Сейчас по всему городу идут инженерно-монтажные работы. Ведется закольцовка газопровода высокого давления. Проводят газораспределительные сети. Мы ведем строительство 170 километров газораспределительных сетей. Все сети распределены на пусковые очереди. Первую очередь из них 70 километров мы уже сдали. Вторая очередь у нас сдается в сентябре. И третья очередь сдается 50 километров оставшиеся в октябре. Стоимость проекта почти 22 миллиарда тенге. Финансирование газификации осуществляется не только за счет госбюджета, но и средств частных инвесторов. Благодаря которым продолжается полномасштабная газификация южных регионов и самого отдаленного Раимбекского района. Кроме областного центра к линии газоснабжения будут подключены город Текили и Скиндинский, Каратальский и Куксусский районы. Эльвира Ликерова, Айбек Акшалаков, телеканал ЖПСО. Здоровье – главная ценность жизни, утверждают сотрудники Центральной районной больницы села Караблак. А помогает вести здоровый образ жизни и не забывать посещать кабинеты врачей медицинская страховка. В этой связи руководством Центральной районной больницы села Караблак активно проводятся различные мероприятия на тему обязательного социального медицинского страхования. Более подробно в материале нашего корреспондента. Система обязательного социального медицинского страхования повысит ответственность населения за свое здоровье, считает руководство Центральной районной больницы из Кельдинского района, которое практически с первых дней внедрения обязательного социального медицинского страхования проводит различные разъяснительные работы с жителями района. На сегодня уже организовано и проведено более 240 встреч в 30 населенных пунктах. Наши сотрудники помогают жителям понять, для чего необходимо медстрахование в доступной форме. И наша задача – разъяснить все моменты и ответить на многие их вопросы. Мы максимально пытаемся провести разъяснительную работу в местах общественного скопления. Например, проводили разъяснительную работу в Центре обслуживания населения, в КАЗ-почте, проводили флешмобы различные, раздаем брошюры, даже на приеме, на диспансеризации мы пытаемся пациентам, людям объяснить, что такое обязательно социальное медицинское страхование и как оно будет работать. Разъяснения ведутся наглядно. Также для привлечения большего внимания населения организуются массовые мероприятия. В частности, в рамках одной из разъяснительных бесед молодежные формирования района организовали флешмоб. Я считаю, что страховая медицина нам очень необходима. Многие сами не могут обеспечить себе в таком дорогостоящем лечении. Например, операции дорогостоящие, онкобольные, гематологические больные. А мы все, как семья, мы понемножечку вклад делаем, и наши больные будут здоровы, и наше общество будет здоровы, и дети здоровы. И не будет страховой медицины, нам очень тяжело рассчитывать на чью-то помощь. Согласно законопроекту, гражданам будет предоставляться два вида пакетов медицинских услуг. Первый базовый пакет представляет собой гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях профилактические прививки. Второй, предоставляемый из вновь создаваемого фонда медицинского страхования. Это амбулаторно-поликлиническая стационарная помощь, восстановительное лечение, медицинская реабилитация и высокотехнологичная помощь. В Панфиловском районе Алматинской области на месте легендарной Орбалакской битвы установили памятник Жангирхану и его легендарному войску, продолжит наш корреспондент Дамир Анитов. Монумент возведен посреди урочища Бельжая-Лау, нынешнего Панфиловского района, на том самом месте, где и произошло самое крупное и наиболее знаменательное сражение между казахами и джунгарами. Эта битва стала переломной. Несмотря на реки пролитой крови, казахам все же удалось клонить чашу весов в свою сторону. Жангирхан является одним из умнейших людей своего времени. Он смог объединить народ и возглавить войско в годы великого бедствия. Для битвы Жангир выбрал горное место Бельжая-Лау, недалеко от реки. Здесь казахские воины устроили засаду и смогли таки приостановить движение 50-тысячной джунгарской армии. На торжественной церемонии открытия монумента побывала творческая и научная интеллигенция из Южного Казахстана, сопровождаемая членом Союза писателей Казахстана, лауреатом Международной премии Алаш, известным писателем и историком Бексултаном Ныржикеула. Впервые место сражения он увидел в 1975 году. И с тех пор он неустанно ведет исторические исследования Великого Орблакского сражения. Великого Орблакского сражения По словам экспертов, установка памятника в преддверии этих дат имеет важное историческое значение. Самый грандиозный танцевальный фестиваль Silkway 2017 прошел в парке Жастар города Талдыкурган. Особый колорит международному турниру придают танцоры и команды, прославившиеся на весь мир. Торжество проходит в рамках международной выставки Экспо-2017 Астана. Какая атмосфера царила там и кто стал победителем, узнавал наш корреспондент. В минувшее воскресенье парк Жастар был объят ритмами танца буквально с утра до ночи. Танцевальный фестиваль объединил в Талдыкургане целых три континента планеты. В списке приглашенных гостей команда из стран Северной Америки, Европы и Азии. Общим количеством 250 профессиональных танцоров. Мы впервые в Казахстане. Наша команда состоит из шести человек. Тут очень классно. Молодежь активная. Много зрителей, что заставляет полностью нас выкладываться. В будущем постараемся приезжать чаще и обмениваться опытом. Мы участвуем уже в этом фестивале третий раз. Каждый год приезжаем. И все настолько круто. Спасибо организаторам за такой фестиваль. Ну, главное мы приезжаем набраться опыта, поучаствовать. Тут такие мировые танцоры приезжают. Общий призовой фонд конкурса составил 3 миллиона тенге. Денежные призы разыгрывались по 7 номинациям. Оценивало участников жюри в составе трех признанных современных танцоров мира, которые до сегодняшнего дня давали оценку участникам множества международных турниров. К слову, один из них, известный всему миру, Генри Линк, в свое время танцевал в команде певца Майкла Джексона. Команды готовились отлично. Уровень высокий. Данный турнир – один из самых крупных в мире. Я рад, что в Казахстане бурно развивается не только это направление, но и вся страна в целом. Тяжело было выносить справедливый вердикт. Все готовились на профессиональном уровне. Согласно правилам турнира, конкурсанты должны не только представлять отрепетированную композицию, но и уметь импровизировать, подстраиваясь под любую музыку. Ее представители жюри включали на свой выбор. Стоит отметить, что конкурсантам это удалось. Они продемонстрировали невероятную пластику, слаженность танцевального коллектива и отменное чувство ритма. Инициатором зажигательного торжества выступило Управление по вопросу молодежной политики Алматинской области совместно с молодежными движениями. Посвятили его международной выставке «Экспо-2017 Астана». Благодаря этой мероприятии мы должны доказывать всем странам, которые нас смотрят, всем представителям, которые приехали из зарубежных стран, что город Талдукурган – это город, который любит искусство, это город молодежи и мира и процветания. Этот фестиваль в Алматинской области проходит уже пятый год подряд. Статус международного приобрел в прошлом году. Лучшего танцора в личном зачете и коллектива в командном выявляли два дня. Первый день послужил отборочным этапом, откуда лучшие пробились в финальной стадии турнира. По словам организаторов, мероприятие в первую очередь ориентировано на творческий обмен опытом между отечественными танцорами и зарубежными и пропаганду здорового образа жизни. Он послужит толчком в создании условий для творческого роста молодежи и более активного привлечения их в современные молодежные движения. Участвуют страны, такие как США, потом участвуют Франция, Голландия, Германия, Россия. Они являются победителями в своих стилях, очень сильные танцоры, которые знают по всему миру. И они могут поделиться своей информацией, поделиться своим опытом, поэтому мы их приглашаем. Достаточно высоко на данный момент уровень наших казахстанских танцоров оценивают судьи, потому что по сравнению с прошлыми годами, в этом году у нас есть возможность реально появиться против зарубежных танцоров и показать свой уровень. По сравнению с прошлым годом, значительно расширилась география состязания, и на 100 участников прибыло больше. В рамках духовной модернизации мы решили сделать этот проект насыщенным не только на танцы, но и на другие концертные и шоу-программы. Мы делаем упорно подрастающее поколение, так как хотим, чтобы они свободное время не тратили впустую, а вели активный образ жизни. По итогам состязаний победителем в номинации шоу и обладателем 1 миллиона тенге стала команда GFK из Алматы. Лучшими в командном батле стала сборная из США, которая удостоилась 600 тысяч тенге. Хорошими призами награждены и победители по другим номинациям. Ощущения, естественно, классные, потому что мы готовились, старались. Ну и сюда ехали на самом деле за победой. Каждый день по три часа минимум собирались в течение трех недель. То есть готовились профессионально, ответственно и с полной уверенностью. Также в рамках мероприятия ведущие специалисты провели мастер-классы, тимбилдинги, семинары для начинающих танцоров. В следующем году организаторы обещают сделать этот же турнир еще более масштабнее и разнообразнее. Илья Ману Раимбеков, Габид Кабдарахман, Надир Хамдин, телеканал ЖИТСУ, Талдыкурган. Обзор зарубежных новостей продолжит выпуск. Новости ОТСУ, Талдыкурган. Две группы боевиков сдались без боя в первый же день наступления. Под контролем три пограничных контрольно-пропускных пункта. Число жертв наводнений в индийском штате Бехар превысило уже 200 человек. Ранее сообщалось о 119 погибших. Больше всего от удара стихии пострадал округ Арария. В спасательных операциях участвует свыше 1100 человек. Из опасных районов эвакуированы тысячи пострадавших. Для них организованы специальные укрытия. В регионе возникли проблемы с поставками продовольствия и медикаментов. Международный комитет Красного Креста опасается ухудшения обстановки и вспышек эпидемии. Напомним, проливные дожди обрушились на Индию, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. Тысячи людей вышли на улицы Гонконга в знак протеста против тюремного приговора трём политическим активистам. Демонстранты прошествовали до здания апелляционного суда, выкрикивая лозунги, призывающие освободить всех политсоключенных. По словам организаторов митинга, это самый массовый продемократический протест за последние три года. Добавим, на прошлой неделе суд признал трёх лидеров студенческих протестов виновными в незаконных акциях в Гонконге, которые прошли в сентябре 2014 года. Тогда их участники, требуя проведения прямых выборов главы администрации, прорвались на территорию правительственного комплекса. После завязалась потасовка с полицией. Инцидент фактически дал старт масштабным массовым демонстрациям. Они продолжались в городе более двух месяцев под лозунгами демократизации избирательной системы. Обзор зарубежных новостей подготовила пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. Карагандинский завод по производству огнеупорных материалов сделал первые поставки отечественным и зарубежным производителям. Пробную партию, а это порядка 500 тонн готовой продукции, отправили на металлургический комбинат Тимиртау, где проходят промышленные испытания. Ещё 600 тонн огнеупорных материалов отгрузили в Россию. Напомним, завод открылся в конце июня. Он был построен на средства зарубежных инвесторов. Подобное предприятие пока единственное в Казахстане. Здесь могут производить до 55 тысяч тонн огнеупорных материалов в год. Продукция завода используется в чёрной и цветной металлургии, цементной промышленности, а также нефтегазовом комплексе. В Восточно-Казахстанской области продолжается газификация населённых пунктов. Жителям сёл больше не придётся запасаться углём и дровами. До конца года голубым топливом обеспечат жители из Айсана ещё шести аулов. На их газификацию из республиканской казны выделено больше миллиарда тенге. Сегодня за один кубометр природного газа жители региона платят 11 тенге, 22 тенге. К радости потребителей тариф не будут трогать в ближайшие пять лет. К такому соглашению по итогам публичных слушаний пришли местные власти с поставщиками. Превратить мечту в реальность и создать инновационную инфраструктуру позволит сотрудничество Алматы Тэшгарден с зарубежными фондами. Проект вошёл в программу «Стартап Казахстана». Десять идей из сорока уже нашли инвесторов. Парк инновационных технологий работает с 2006 года. Он является частью инновационного кластера Тэшгарден. На сегодняшний день в него входит 155 компаний. Финансирование идёт как за счёт государственных, так и за счёт частных инвестиций. С 2012 года в парке инновационных технологий функционирует производство телекоммуникационного оборудования. Здесь собирают телевизионные приставки. Предприятие произвело 500 тысяч приборов для рынка с Казахстана и для соседних государств. На сегодняшний день инновационный кластер работает с семью международными организациями по реализации различных проектов. Уникальное возможности для создания бизнеса высокого уровня появится уже в этом году, так как Алматы Тэшгарден планирует запустить представительство в Силиконовой долине. В рамках программы «Нурлыжол» в Ваягосском районе Восточного Казахстана решаются социальные проблемы. К примеру, село Карагаш обеспечат качественной питьевой водой. Более тысячи сельчан доступ к ней получат впервые. Строительство водопроводных сетей протяжённостью более 8 километров уже стартовало. На объектах создано 15 рабочих мест. На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 268 миллионов тенге. По словам подрядчиков, все стройматериалы будут закуплены у отечественных товаропроизводителей. Лилия Штогадна по материалам интернет-ресурсов. Получить статус уралмана стало проще. Репатрианты смогут оформить все необходимые документы, подтверждающие этот статус, через районы и центры обслуживания населения. Напомним, ранее для этого им приходилось ехать в областной центр. Данный вопрос обсудили на совещании в Талгаре при участии руководителя департамента по миграции Алматинской области Сан-Сызбая Курмитбекова. По его словам, наш регион первой в стране реализует данный проект. За 2016 год более 8600 репатриантов в ЖТСУ подтвердили статус уралмана. А с начала этого года их количество составило около 3400 человек. Сейчас на свою историческую родину казахи возвращаются с 20 стран мира. Однако, учитывая отдельные законы каждого государства, у въезжающего в страну на постоянное место жительства, нередко возникают трудности при получении статуса гражданина Республики Казахстан. Поэтому эксперты считают целесообразным сначала получить статус уралмана, а уж затем гражданина Республики Казахстан. Также они отметили, что нет и не будет никакой разницы между коренным населением и репатриантами. Права для всех будут одинаковыми. Для получения статуса уралмана есть два условия. Первое – нужен документ, подтверждающий то, что он приехал за границы. А второе – это документ, доказывающий, что он является этническим казахом, либо казахом является один из родителей. Это может быть и свидетельство о рождении или же справка. Эти два документа позволят в течение короткого срока времени подтвердить статус уралмана. Образованное поколение будущей страны. Школе гимназии номер 8 города Тикеле исполнилось 30 лет. Данная школа уже много лет держится на высоких позициях по учебным показателям. В рамках знаменательной даты педагоги и руководства области провели ряд торжественных мероприятий. Школе гимназии номер 8 города Тикеле 30 лет. С юбилейной датой в местном Доме культуры весь ее педагогический состав поздравило руководство города. Отметив вклад учителей в развитие образования. В их числе немало специалистов с трудовым стажем более 20 лет. Учительница русского языка Галина Туманова профессии посвятила 25 лет своей жизни. Вот это действительно счастливый день, когда приходят люди и благодарят. Все поздравляют с 30-летием школы. Я, например, чувствую себя вот, знаете, большой каплей вот в этом огромнейшем море образования, науки, счастья, детства, развития. Я очень счастлива. Специально к юбилею школы в виде обращения и презентации с теплыми пожеланиями прислали выпускники еще первых лет существования учреждения. А сегодняшние ученики и педколлектив совместно подготовили яркое концертное шоу. Школа номер 8 рассчитана на 1200 мест. На областном уровне всегда отличаются высокими результатами и успеваемости. Занимают призовые места как ученики, так и учителя на всевозможных олимпиадах и конкурсах. Наши дети призеры Республиканской олимпиады конкурсов. Дарлин, Зердея, это Костин Дима, это Алдеберген Агирим. Я очень горжусь нашими учениками. У нас ежегодный средний балл, высокий средний балл единого национального тестирования. Мы не опускаемся ниже 96 баллов. Я хочу поблагодарить учителей за их огромный труд, который они вкладывают в каждого ученика, за их знания, которые они нам дают в течение каждого дня, за их доброту и теплоту, за то, что они относятся к своим ученикам так же, как к своим детям. К ним можно прийти не только по теме уроков, но и за советом. Они всегда тебя примут за доброту и теплоту и никогда не осудят. На сегодня состав педагогов достаточно молодой, средний возраст 40 лет. Над воспитанием и становлением ребят кропотливо трудится персонал из 80 человек. И все они намерены значительно приумножить багаж знаний учащихся и достижений школы. Елеман Раимбеков, Ербол Атантелов, Телеканал РТСУ. День спорта Республики Казахстан. Спортивная гвардия Каратальского района встречает с очень хорошими показателями. Четвертое место в рейтинге спортивных достижений Алматинской области. Таковы результаты работы спортивной школы этого района в первом полугодии 2017 года. В честь профессионального праздника на центральном стадионе Уштобе состоялись спортивные состязания, в которых приняли участие все желающие, как профессионалы, так и спортсмены-любители. Продолжит Лилия Штогрина. С каждым годом в Алматинской области расширяются возможности для массового занятия физической культурой и спортом. В городах и селах возводятся современные многопрофильные сооружения. Залы, бассейны, комплексы, спортивные площадки и стадионы. Один из них, Уштобинский центральный стадион «Жастар», стал местом притяжения всей спортивной элиты Каратальского района. Праздничным парадом физкультурники выразили свою позицию – спорт – это красота и здоровье. В честь профессионального праздника для них были организованы соревнования по самым популярным игровым и национальным видам. В нашем районе, на прекрасном стадионе «Жастар», мы сейчас здесь находитесь, проходит День спорта района. Сегодня мы проводим по десяти видам спорта. Это, если сказать, мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, казак-курес, гири, шахматы, шашки, арм-реслик. Вот по этим видам спорта мы будем сегодня проводить соревнования. Жители Каратальского района по праву гордятся достижениями своих именитых земляков, высоко поднявших флаг Казахстана на крупнейших стартах. Это тяжелоатлеты Сергей Филимонов, Владимир Сидов, Маргарита Грестеева. Хорошие результаты сегодня показывают и уштобинские борцы различных стилей, а также представители легкой атлетики и национальных видов спорта. Только в этом году воспитанниками районной спортивной школы завоевано более 80 медалей различного достоинства. Борьбой в казах-куресе я занимаюсь в Каратальской районной спортивной школе уже 4 года. У меня уже есть некоторые успехи. В прошлом году стал чемпионом области, а затем занял призовое место на первенстве Казахстана. Мечтаю, как и все, стать победителем чемпионата мира. В этих соревнованиях принимаю участие с удовольствием. Они для меня проверкой сил перед ближайшим районным турниром. День спорта в нашей стране – это значимый праздник не только для всех атлетов и тренеров, но и просто приверженцев здорового образа жизни. Все они приняли самое активное участие в соревнованиях, организованных в Уштобе. Участники уверены – активный образ жизни поможет им надолго оставаться молодыми, бодрыми и счастливыми. Лилия Штогарина, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова